Записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, 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 мы не против. Мы против тех, которые, у кого какие-то там неправильные что-то, а нам от кого скрываться? Вот именно. Скрываются те люди, которых темная сторона какая-то, боятся. Да, да. Вот вы, когда поймали вора, и там милиция говорит, следователь, нас не снимайте, пожалуйста. А вы говорите, снимай, снимай. Я не знаю, почему они вот скрываются, почему они вот... Ну, я думаю, что, я так думаю, честный человек, который живет добросовестно, он не должен скрываться ни от чего. Конечно, правильно мыслите. Как там, Никита Хак, Колесников? Ну как, сейчас только на богослужении были. У нас завтра отмещается так называемое вербное воскресенье, за неделю до Пасхи. Когда Христос вошел в Иерусалим. Поэтому у нас тут нет этих, которые там ветви ваи называются. У нас вербочки, рана расцветает. И сейчас богослужение было. У меня брат, он священник. Мы только пришли из храма. Понятно. Ну, я все, мы вот с сыном все смотрим. Вы, как вам сказать, вот, как вы рассказываете, как вы, лагерь был у вас, лагерь как расформировался. Вот. В общем, все смотрим, все. Вы, вот, я запомнил ваши слова. Вы сказали, незваный гость, хуже татарина. Вот. Мы бы хотелось бы летом как-нибудь приехать к вам гости с сыном, с вашей разрешением. А вы завтра чем занимаетесь? Ну, я как-то, я работаю. Тут у меня работаю грузоперевозками. У меня свой машина газель. Ну, а завтра вы работаете? Завтра до обеда. Да, завтра. А что, Геннадий? Да я бы, у нас этого не положено, но я бы для вас исключение сделал. Пригласил в гости. Мы бы ближе познакомились. Прямо к нам бы пришли. Мы хотим к вам приехать. Летом. Но летом, к лету надо узнать, надо ближе. Потому что жить вместе с человеком надо видеть. Вот завтра вы могли бы приехать. И вы бы увидели у нас. Приехать нужно рядом. Вы знаете улица Пушкинская? Найдем, найдем. Это Пушкинская около к старому базару. А мы рядом с ней. Улица Ползунова называется. Ползунова. Да, знаем. Ползунова 6. Прямо ближе сюда, как Каби. Близко. Понятно. И ладно, Тихоныч, я не курю. Игнатий Тихоныч, я не курю. Не пью. Раньше пил вино. Сейчас не увлекаюсь. Потому что, как вы говорите, у вас там, где поселки, не курят, не матерятся, не ругают. Вот. В общем, я как понял, мне очень понравился ваш поселок. Вот. Как вы это, 25 лет восстановили этот поселок. Он был заброшенный. Вот. Потеряевка. И вот как вы... Ну и все смотрим. В общем, все. Ну, у нас в этом году, каждый год у нас день деревни отмечается. Будет 27 лет, как начали восстанавливать. Приезжает митрополит местный. Вот. И будем отмечать. Ей ровно 200 лет нынче исполняется, как она была основана. Первые приехали, потеряя его фамилию. 200 лет. Ну и 27 лет, как мы начали восстанавливать. Это наше родное село, где мы родились. У нас все верующие учителя, все. Поэтому лучше, как сохранить ребенка желаешь, лучше, чем у нас место, мы даже не знаем в России. Все как одна семья живут. Как ты, Ваши. Ну, слава Богу, слава Богу. Вот у нас нынче одна женщина из Казахстана. Она Райхан звать ее. За Гедулина. Она обратилась к Богу. Она была у сектантов, у еретиков, там, свидетелей Иеговы. Но она натолкнулась на наши ролики-то и приняла крещение. И она боялась, что я умру, мы не встретимся. Я ей не говорил, не приезжай. Она все равно говорит, я приеду. И приехала, и у нас тут погостила маленькая. Мы прошли по всем храмам, у митрополита были. И мы ролики выставили. А теперь она Рахиль, когда ей имя заменили. Библейская такая персона была, Рахиль. А до этого она была, Райхан, похоже. Дочка крестилась, Руфь. И два внука крестились, Марк и Рафаил теперь они. Вы, мне понравился, как вы посты соблюдаете. Да. Вы еще в одном слове сказали. У мусульманов, они это, сменили день на ночь, не богатон, до утра могут три барана съесть. Видите, у нас пост такой. У нас сейчас пост через неделю заканчивается. Вот через неделю Пасха будет. Тогда разрешается и мясо, и яйца. А сегодня разрешается один день, такой в году бывает, только икру. Рыбу нельзя, икру можно. А завтра можешь один день рыбу. И все. А пять неделю у нас так по уставу положено, если можешь выдержать. Понедельник, вторник совершенно не пить и не есть двое суток. В среду один раз не вареное, называется сухоедение. В четверг не пить и не есть, и в пятницу один раз. А Никита, вы показывали, мы видели ролик, у Никита дом. Он с вами живет или где-то у себя, у него свой дом уже? Это в селе там, в деревне. А сейчас здесь только, сейчас только мы были, вместе молились, в храме были. А где он? Ну здесь, в Бернавуле, здесь где, вот он где. Володя, а ну-ка ты-то подойди, поймай эту. Ой, я хочу увидеть, Володя. Сейчас я покажу, потихонечку, возьми. Володя! Мир вам! Вот посмотри у него, как-то Паля наша. Это Паля, да? Паля, Паля. Паля, вырос Паля большой, слава. Ой, она была, она маленькая была, а теперь-то смотри какая. Володя, здравствуйте, Володя! Мир вам! А где Бузка? Ну все, Паля, пошли гулять. Володя Завасина, наверное. Про Бузку спрашивают, где? Ага, здесь, потому что у меня в комнате голуби, и мне три раза кормить надо, а кошек прятать. Они летают. Поэтому я за стенкой жене отдал там двое, и рыжая, и Бузка. А у вас три кошка была? Да. А подвал туда? Подвал туда же... Да, да, да. Вот у нас три есть сейчас. А в деревне у меня две голубятни. Я с детства голубей люблю, держу. А, да, да, да. Мы все смотрим, все, вот иду. Ну так я спрашиваю, завтра до обеда, как вы? А в Барнауле это будет, да? А, вот мы, мы собираемся молиться... Они спрашивают, это в Барнауле будет? Да, в Барнауле, в Барнауле. Мы же в Барнауле, вот рядом там. Вот, если по Ленинскому проспекту ехать, то тут остановка называется Кухольный театр. Ну, одна остановка до Старого базара. И как только слез вперед прошел, следующая улица уже Ползунова. И заворачиваю прямо Каби, вот рядом. А вот это, где я живу, это необычные дома. Очень, если вы считали. Когда я вернулся, я как политзаключенный, меня несколько раз сажали. Я в 87-м году только освободился. Да, я знаю, вы знаете, вы 18 лет сидели вот в Советске... Я в Жанатасе сидел, в Жабульской области. В Жанатасе? Да. А, она знает. Знаешь, знаешь, Жанатас, да. Жанатас, да. Жанбульская область. Знаешь, знаешь, Жанбульская область. Мне поэтому, мне казахи очень нравятся. Я печник, я у них печи делал. Печи. Я прораб был, а так я, когда меня везде разжаловали, власть не давала нигде работать. Но я сторожем при милиции, чтобы работал, на глазах был. Потому что я проповедник. Ну, и не понравилось, открытие материалы выпустил. У меня 38 томов книг вышло. Ну, и там показывается о советской власти, другой, как пришли, как народ уничтожали. Архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Ну, они все это мне накрутили, ну, и посадили. И вот там были казахи, где я был. У нас очень хорошие отношения были. У нас вообще хорошее отношение с мусульманами. У меня дед, мамин отец моей мамы. Они жили тут недалеко от нашей деревни, там километров 35. Это дед только еще, мама рассказывает. И вот через их село проезжали казахи. То ли они ездили за какой-то надобностью, всегда. И они у него останавливались, как постоял и двор у деда нашего. Моего деда, маминого отца. И он, главное, поехал когда-то, еще в Казахстан-то, дед-то. Он и не знал, где они живут. А они у него останавливались. Очень любили его деда-то. Он и накормит, и напоит. А тут он поехал, его узнали. Там, говорит, они как закричали, его с телеги стащили и на руках через весь аул протащили. На руках. Это, говорит, тот самый человек, который нас все принимает. Но другие боятся или не любят казахи. Кто они такие? Нехристи. А дед наш очень верующий был. Он спокойный такой был. И вот он рассказывает, что они его на руках через все село провезли. Там угощали, или сейчас не знаю. Понятно. В общем, мы, как получается, с Казахстаном мы вам обращаемся и вот с вами знакомимся, можно сказать. Так, ну вот если слушайте внимательно, если вы завтра в 9 часов, ну, полдесят, в 9 лучше, 9 утра, вот доедете до кукольного театра, от следующего Ползунова и в сторону Аби, увидите 6 деревянный домик, дом один. И мы молимся, там звонок есть, позвонить можем. И вы у нас увидите людей. Вам будет это интересно. Это ни к чему не обязывает. Просто вот я с людьми осторожный. А я сейчас Володе говорю, вот вы только заговорили, я по голосу сказал, а я его не остерегаюсь. Он искренний человек. Я поверил вам. Голос услышал ваш? Да, мы можем завтра сходить туда. Да, вот завтра вы придете в полдевятого, цехойка, ну, в 9, к 9. И вы побудете у нас. У нас моление будет завтра, а потом мы внутрь заходим, собрание проводим, вы послушаете. А потом у нас будет обед, с нами можете пообедать, а потом будут занятия. Ну, там вас не будет, да? Вас завтра не будет. Я буду здесь, как не буду? Я тут и есть. Нет, вы завтра в Барнауле будете? Ну, я в Барнауле нахожусь, до весны. Мы приезжаем 10 октября, и до 10 июня я в Барнауле. 8 месяцев. Сейчас в Барнауле или в Потеряевке? В Потеряевке я зимой не бываю. А сейчас зима. Только 10 июня я туда поеду. 10 июня у меня день рождения. Я уезжал сюда с детьми. Мне автобус давало управление милиции. У меня очень хорошая знакомая, университеты везде. Я везде преподавал. И вы завтра побудете здесь. Ему интересно будет среди нашей молодежи побыть. Посмотрят. Все, завтра мы приедем туда. Да. Возьмите только документы, потому что у нас все записываются. Паспорта возьмите. Я возьму паспорта возьму. Да, да. И вы побудете, узнаете, как там у нас тут было, нехорошее отношение у людей в начале с казахами или туркменами. Я им сказал, если плохо совсем будет, там нападает, вы запомните, где я живу. Тут вас никто не тронет. У меня очень большие связи. Прокурор края раньше был, там губернатор, мэр города. Это близкие мне люди. Но бывает там между собой, конфликтуют люди. Владимир Тихонович, вы знаете, вот, я вам хочу честно сказать, я, конечно, никогда не привлекался, никаких криминальных прошлых я не имею. Я, как говорится, закон о послушной гражданине. Вот, а мы такие же. Да, да, да. Но, очень мне, и моему сыну, очень приятно было сегодня, хотя мы с вами по скайпу вот сейчас разговариваем. Но завтра, когда увидимся с вами, наверное, сын еще обрадуется. Ну, сегодня 31-е у нас марта, а завтра уже будет 1-е апреля. Вот у нас как раз попадает это на вход Господень Верусалим. И это подробно об этом вербочки сегодня осветили. Вы это все увидите. Вот договорились как? Не позже 9-и, чтобы вы увидели маленько, хотя концовку молитвы наши. А потом у нас... А завтра вот Володя, Сергей, Никита все будет там. Все будут там, и Никита, и все придут. Вы всех увидите. Вот Загуляева, Галину знаем, которые четверо ребятишек. Вот вы их увидите, всех ребятишек этих. Какие красавицы растут. Да-да, мы все знаем, мы же все смотрим, ваши ролики. Вот вы всех увидите. Батюшку увидите нашего, девчонок этих, Тарасика увидите. Ну все, тогда завтра мы приедем. Да, обязательно сегодня подготовьтесь, посмотрите, чтобы у вас было паспорта, положите, чтобы с собой было, сразу записать. У нас такой порядок, и поэтому вот так. Обязательно. Ну и познакомитесь. Пока будете сидеть, когда собрание будет, а потом я вас подниму, чтобы скажу, у нас сегодня гости. И вы расскажете там о себе, как вы здесь, как познакомились, и прочее. Ну и мальчик тоже расскажет немножко о себе. Ну, мальчик, он постоянно смотрит ваши кошки, потом голуби смотрит. Да. Он еще, он еще, ему нравится, он смеется, когда вы Никиту ругаете, воспитываете. Ну я не ругаю его, потому что он никакой, сейчас он хочет что-то начал делать, он совершенно без отца, без матери. Ну, ну он это, ну, нам очень это интересно, мы все это смотрим, и даже ни одной ролики не пропускаем. Ну вот, а нам тоже будет интересно, что хорошие люди нас посетили. Это Господь так делает. А у нас роликов-то 10 тысяч 250, поэтому на все сто... Мы даже не видели, видели последний раз, Володя работал у одного брата там. Да, его увидите, Игорь Добунов, вы его увидите. Да, да, да. Вот. Вам будет... Все смотрим, вот нам интересно, вот каждый, вот последние три часа назад вышел ваш ролик, тоже посмотрели, вот. Вот. И сегодня ночью я еще два поставлю, вы увидите, как шло у нас богослужение, а эти дома, где я живу, это дома необычные. Я когда вернулся, я реабилитировал, был как политзаключенный, стал судиться, вернуть. А поэтому КГБ осталось в стороне, а виновная городская администрация. И у нее было нечем рассчитываться, и они мне два домика отдали, вот эти вот, в частную собственность, и 13 соток земли. Нам здесь вполне хватает. Я же начальник детского лагеря, организатор был, 45 лет. 45 лет без помощи государства тысячи детей отдохнули. Это не игрушка. Вот вы, раньше-то, если вы были, нынче, вот мальчик, он может у нас в гостях побыть, когда мы узнаем. Да, да, да. Да. Но у нас так все сделано, за 45 лет ни одной потери, ни утонули, ни сгорели, ни повредились. Мы над ними трясемся буквально. Перед Богом, потому что. Я знаю, вот мне очень, я же говорю вам, Игнатий Тихонович, мне очень понравился ваш поселок, как вы это восстановили, как там бульдозеры там, как вот эта дорога все, столбы ставили сами. Да, сами. Вот там благодарность вам от Лукашенко, от президента Чечни, это Рамзан Кадырева, вот вы, который рассказываете. Ну, все это смотрим. Каждая мелочь, каждый. Мы же путешествия предприняли от Владивостока, Тихий океан, до Лиссабона. проехали всю Европу. Мы поэтому в Баку были, мы в доме мулы ночевали. У нас хорошее отношение. Вы знаете, видели? Да, да. Нет, это не видел. Я слышал, когда вы рассказывали. Ну, а вы просто зарядите. Баку. Просто зарядите, может, я могу даже вам скинуть это сюда, под этим, наши ресурсы. Мы перед Богом, у нас нельзя лгать. Никак. Ни одного слова, чтобы лживого не было. Ложь от сатаны. Вот поэтому... Ну, а завтра, мы когда приедем к девяти часам, там будет тоже видеосъемка, все как положено. Да, у нас всегда видеосъемка, собрание будет, и вы потом себя увидите. Вот этот ролик я могу выставить к утру, вы уже посмотрите его. Выставляйте, выставляйте. Мы очень рады, если нас выставите в ролики. Да, у нас плохого нету, поэтому мы открытые. Мы желаем, чтобы люди жили для Бога, не для себя. Эта жизнь кончится быстро. Видимо и временно, а не видимое и вечное. Я вот, кого вот не знаю, с кем вот поздоровался, с кем вот познакомился, всем сейчас я рассказываю. Откройте сайт Потеряевка. Игнатий Тихонович там. Я сейчас вам скину наши ресурсы, скину сюда. Вы сразу не уходите. Как кончим говорить, я вам несколько моментов скину. Ну все, все тогда, да? Запомните, ползуновая улица 6, номер 6, деревянный домик с резными наличниками. 6. Хорошо запомните. Все, все. Ну и до свидания. До свидания. Не позже 9, чтобы у нас были уже. 9, чтобы были утром. Все, все, будем, будем. Во славу Божию. С Богом. Да сохранит вас Господь. Всего доброго. Всего хорошего.